Здравствуйте! На форуме и на сайте достаточно часто задается вопрос. Фирма Польша предлагает трудоустройство в Германии, получение разрешения на работу в Германии без оформления рабочей визы и так далее. Что мне на это все есть сказать? Если посмотреть немецкие новости по запросу Шварцарбайт или там криминал-полицая рация Шварцарбайт, работа по черному или там криминальная статистика по работе по черному, то можно каждый день, каждый божий день можете найти новость о том, что в таком-то районе Германии была обнаружена сеть нелегального трудоустройства или что были пойманы при переходе границы кто-то из людей, которые работают в Германии по черному. В целом на вопрос очень просто ответить. Смотрите, чтобы работать в Германии, человеку нужно разрешение на работу в Германии и никак иначе. Даже если у человека там есть ПМЖ в Евросоюзе и так далее, или там вид на жительство, или там разрешение на работу где угодно и так далее, прежде чем начать работать в Германии, он должен получить и оформить немецкий Росвайд. Что делают ушлые люди в Польше? Например, они берут на работу себе, например, украинцев, которых облегченные правила получения вид на жительство в Польше, или россиян, или белорусов, трудоустраивают их в Польше, например, как строителей или как специалисты по уходу, грубо говоря, просто няньки-сиделки, либо же, например, курьеры, и затем сдают в аренду в какой-то другой фирме на время, или, например, отсылают их в командировку в Германии. Это все нелегально. Вот недавно, например, я читал новое. То есть работодатель в Польше нанял на стройку людей из Украины, затем всю эту группу людей отправил в Чехию, а из Чехии немецкая фирма взяла этих людей себе в аренду, и они работали на стройке. А потом была организована глава, на стройку пришли полицейские, просто все окружили входы-выводы, прошерстили все. И так несколько человек поймали с разрешением на работу в Польше, которые даже не понимали, что они нарушают какой-то закон. Им сказали там типа в Польше, что работать можно, и все. Но люди, соответственно, получили, во-первых, полный запресс на объезд в ЕС, во-вторых, штрафы и так далее. Чтобы работать в Германии, нужно разрешение на работу в Германии. Никаких путей получения разрешения на работу через Польшу, через Чехию, через Румынию и так далее не существует. Если у вас есть паспорт ЕС, то вы можете работать по молчанию. Если у вас паспорта страны ЕС нету, то все. А для того, чтобы получить разрешение на работу, вам, как правило, нужно доказать свою профессиональную квалификацию и что ваше образование соответствует немецкому, и затем подать запрос в посольство и так далее и тому подобное. То есть это довольно долгая процедура, на сайте описано. Я в это видео вставлю статью на имя иностранного работника Германии. Соответственно, если вас зовут на работу в Польшу, чтобы потом переслать вас в Германию, знайте, это нелегально. Легально только, если у вас официально шлют командировку, обращаются в немецкое посольство, там вам дают разрешение на работу на время командировки, и вы едете тогда уже по немецкой визе. То есть у вас по-любому должна быть немецкая виза. Если у вас там польская виза или чешская виза, даже если она позволяет работу в той стране, они не могут разрешить вам работать в Германии. Германия это отдельный закон, отдельная страна. Соответственно, никаким образом через Польшу у вас трудоустроить Германию не могут. Поэтому мне уже надоело, честно говоря, отвечать на этот вопрос одно и то же. Но боюсь, что это либо мошенники, либо какая-то очень хитрая серая схема, которая, ну, фактически тоже мошенничество просто не так. Есть всего лишь одна причина, по которой это в Германии довольно распространено. А это распространено, то есть это не... речь идет о десятках тысяч людей, которые так работают таким образом. Это то, что границы открыты. И полицейские, как правило, ориентируются по крупным объектам. То есть, например, по стройкам, по каким-то курьерским, там, службам, например, там, хермес, да, берут всех работников в регионе, там, просто отлавливают их, там, как они разводят посылки. Или там, например, уход, да, там, например, дом престарелых берут, там, и там всех проверяют. А если речь идет о частной работе, например, человек приехал, там, в конкретную квартиру покрасить стены, да, или человек, там, из Польши, да, или откуда угодно. Украинцы вон сейчас без визово, да, приезжают. А даже турист любой, да, может приехать и, как бы, там, нашел какую-то, там, работу, подработку. Знаете, это все нелегально. То есть, даже если вы это делаете, все равно это означает, что это все нелегально. Работать в Германии можно только по разрешению. На этом все. С вами был Степан Бабкин. Всего доброго.